Добрый вечер, Валерий Константинович, как объяснить выживаемость деревьев рядом с домом? Добрый вечер, Валерий Константинович, как объяснить выживаемость деревьев, были посажены лет 30 назад не меньше Щербином Анатолием Григорьевичем. Строился металлургический завод, с ним строились микрорайоны. Откуда деревья не смог узнать, доблестными сотрудниками ЖЭКа были спирены. Но живы таких экземпляров стало 4 дерева. Скорее всего, на весь город Жлобный. Я посмотрел, где это. Это Могилевская волость. Это Белоруссия. Могилевская волость. Рядом растут две помоложе, лет 15. Пару лет назад сито прямые руки взяли пилу. Одну уже засохло. В обеих случаях юго-восточная сторона. Можно ли считать их стойкость к жизни хорошим качеством? Да по двое. Так, ну что я скажу? И да, и нет. Мичурин, да. Допустим. Дело в том, что климат раскачивается. Можно посвятить себя садоводству. Можно иметь питомник. Можно иметь промышленный сад. Можно иметь зарабатывать. В одной части остаться ни с чем. Мичурин терял сразу огромное количество деревьев. Еще не хочу называть фамилии покойников. Они уже на том свете теряли. Значит, я считаю так. Хотя мне подозревают, что ага, молодец. Раньше-то был, как бы я, этот самый проходимец. Теперь я молодец. Но на юг уже не вернешься. Все. Оставайся со своими деревьями на севере. То есть, в Сибири. Вот. А я все время и говорю. Если деревья были на севере, то есть, присвыкли к северу, иначе они не могут вернуться на юг. Почему нет? Это их родина историческая. И вот получается так. 50 плюс 50. Значит, то, что у вас эти уникальные деревья, они старые, они пережили все, что могли. Раз уже они 30 лет, не меньше им так. Значит, на подвои годятся. Но не совсем, не полностью досадок. Пусть будет вторая полная сада из, все-таки, сибирских подвоев. Вот. И тогда у вас будет, то, что я называю, это страховой фонд. По крайней мере, в случае катаклизма полсада точно не погибнет. Вот так что, и где родился, там пригодился. Верно. И Митюрин прав наполовину, наверное, вторую половину полсада берете здесь. С ваших уникальных этих самых, как называть-то, староживых.